Без осадков, плюс 28, солнечно, малооблачно, и что касается дня завтрашнего, то завтра нас ждёт плюс 28 градусов, небольшой дождь и облачно с прояснениями. 100% футбола! 100% футбола! У нас чемпионат России стартовал как пару туров. Итак, у нас сегодня в гостях Сергей Чеб, он исполнительный директор российской футбольной премьер-лиги. Добрый вечер! Доброго здоровья! Спасибо вам большое! Также у нас сегодня в гостях и директор по связи с общественностью российской футбольной премьер-лиги Сергей Алексеев. Серёж, приветствую тебя! Добрый день! Ну и, конечно, я рад приветствовать Александра Метина. Это человек, который участвует за безопасность в российской футбольной премьер-лиге, директор по безопасности. Александр Алексеевич, здравствуйте! Добрый день! И сегодня мы поговорим о старте чемпионата. Мы знаем, что Спорт.ФМ и РФПЛ – большие друзья. Я думаю, что мы регулярно, прижимаясь в своей зоне, будем встречаться, общаться, обсуждать всё, что происходит в рамках нашего чемпионата. Тем более, он выдается пока весьма интересным, с точки зрения количества голов уж точно. Вообще, ждали таких результатов на старте чемпионата в руководстве лиги? Мы всегда ждём чудо от футбола. И оно, как правило, всегда происходит. Конечно, фантастические футбольные поля. Я хочу сказать, эффект чемпионата. Желание проявить себя. Позволили нашим игрокам забить такое количество голов. Это так здорово. Но, в целом, если брать матчи, от которых идёт тенденция всего сезона, такие игры особенно обрадовали руководство РФПЛ. Я имею в виду с точки зрения посещаемости, с точки зрения возможных рейтингов и, опять-таки, качества футбола. Если говорить о первых двух турах, о первых матчах чемпионата. Ну, я хочу сказать, в каждом туре был матч украшения. Ну, последний Динамо-Москва, Спартак-Москва – это вообще была феерия. Ну, я хочу сказать, и чемпион наш в порядке. На классе очень, я сказал бы, прагматично играет, показывает интересную игру. Не огорчили наши новички. Они только, так сказать, входят в нашу большую семью, да, получают шишки, что естественно. Уфа уже выиграла. Ну, другие там проиграли. Но это игра. Это игра. И я думаю, сейчас они чуть-чуть оботрутся, и ещё много-много сюрпризов нам преподнесут. Друзья, у нас сфера прямой, и поэтому можете в нашем разговоре участвовать. 276-0932 и 276-1932. Это телефоны студии «Спорта-ФМ». Можете нам звонить. Ну, и что касается в целом событий, к сожалению, есть и события, которые... Ну, не к сожалению, а факты остаются фактом. То, что новички, новые стадионы, новые поля. Да, и вот вопрос, наверное, Александру Аркадьевичу, связанный со стадионами. Вот лично меня интересует вопрос с торпеда. Потому что, насколько я понимаю, совсем скоро клуб уже играет свой первый домашний матч. Где будет встреча происходить? И насколько серьёзные проблемы могут быть с этим? Вот вы как раз узнаёте об этом первым. Потому что только что приехал из МВД, где состоялось окончательное совещание. Должен всех вас обрадовать, что будем играть на торпеда. МВД России. На стадионе «Сатурн» торпеда будет играть. На «Сатурне» будет играть, да. Насколько там хорошее качество поля, наверное, уже вопрос Аркадьевичу непосредственно. На качество поля и сама аренда. Потому что, если не ошибаюсь, в прошлом сезоне какая-то была уникальная ситуация, когда в Раменском можно было играть Еврокубки, но нельзя было играть чемпионат России, если не ошибаюсь. Вы знаете, вот Александр Аркадьевич вам чётко, достаточно подробно может рассказать о том, что стандарты российской футбольной премьер-лиги выше, чем стандарты УЕФА. И мы этому очень рады, потому что есть куда стремиться. Нам хотелось бы действительно до наших стандартов довести, и тогда у нас не будет проблемы, вернее, у наших клубов не будет проблемы на матчах УЕФА. Будет приезжать делегат, принимать. Мы к этому стремимся, мы к этому идём. Поле находится в хорошем состоянии, у нас туда ездили сотрудники. Но вы знаете, для того, чтобы стадион жил, надо, чтобы там играли. И я думаю, сейчас, как только начнутся игры, мы там все шероховатости уберём, и это будет один из самых уютных футбольных стадионов России. Если брать непосредственно состояние газона, состояние общей инфраструктуры, насколько там всё хорошо? Потому что, насколько я помню, вы отвечаете, как раз таки, за качество полей, комиссию возглавляете, если мне память не меняет. Сейчас комиссию возглавляет, она совместно с Российским футбольным союзом, и возглавляет Александр Николаевич Зарков. Но мы там активно участвуем, безусловно. Без нас не проходит ни одна комиссия. Единственное, что могу сказать, что этот стадион близок к первой категории. Осталось установить систему контроля управления доступа, немного добавить света, ещё несколько мелочей устранить. И стадион, я ещё раз говорю, будет футбольный, уютный, компактный. Жалко, что он находится только далеко, далековато добираться. Ну, как далеко. Тула, мне кажется, дальше в Туле ходят на футбол в большом количестве. Если не ошибаюсь, вот Сергей Алексеев, директор по связи с общественностью, второй уикенд проводит в Туле. Да, вы знаете, да, правда. И что скажешь по поводу Тулы, потому что всё же мы очень рады Торпеду, очень рады Уфе, Мордовии, но Тула совсем сенсация. То есть мало кто знал, как команда ещё играла в КФК пару лет назад. Ну, на самом деле, мы всем рады, и особенно рады Туле. Вот на первом Туле были там вместе с Александром Аркадьевичем Митином. Сейчас вот на втором Туле ездил один уже. Но впечатление производит, конечно, сумасшедшее. Полный стадион, город действительно живёт футболом. Захожу в «Союз Печать» купить газету, там и значки, и кружки, и сувениры какие-то вот футбольного клуба местные просто вот на улице. Самасшедшая поддержка, и стоит только порадоваться, на самом деле, за этот город, что действительно в премьер-лиге у нас такой замечательный новичок. Я поддерживаю Сергея полностью. Дело в том, что мы были в первой комиссии, когда приехали туда, практически весь директорат. Мы смотрели каждое своё направление. И были приятно удивлены, когда тулики сдержали своё слово, и практически все наши замечания были устранены. А было очень много сделано. Мы этому очень рады. С другой стороны, мы очень рады тому, что приход в высший дивизион заставляет клуб по-другому смотреть на инфраструктуру, на организацию всего хозяйства своего. И я думаю, что Тула ещё о себе заявит. У меня вопрос к Аркадьевичу, связанный с Тулой как раз-таки. Потому что вы говорили и перед стартом чемпионата, что Тула и, в частности, матч против «Зенита» не самый простой, потому что есть некоторые трудности на стадионе, в связи с тем, что, по-моему, сложно было выходить со стадиона. Насколько всё хорошо получилось у Тулы в первых двух турах? Потому что и «Локомотив» был непростой выезд, много болельщиков из Москвы приехало. Насколько Тула справляется с таким большим количеством болельщиков? На самом деле, у нас действительно были большие сомнения, проводить ли этот матч в Туле. Во-первых, Тула впервые принимает матчи Премьер-лиги. Во-вторых, конечно, стадион, ну, как все наши Советского Союза стадионы, не совсем благоустроен, совсем готов для принятия большого количества болельщиков. Конечно, определённые волнения были. Но я выехал туда до матча тоже, посмотрел стадион, определились, что нужно сделать. Всё было устранено, на самом деле, максимально всё, что можно. Практически у Тулы сейчас отсутствует только система контроля управления доступом. Но вы знаете, что исполком Российского Футбольного Союза разрешил стадионам второй категории, где играют команды, вышедшие в Премьер-лиге, применимать такие матчи. Матчи Премьер-лиги. Было, естественно, много встреч с полицией. И я очень благодарен Тульской полиции, действительно. Они провели этот матч на очень хорошем уровне. Вначале, ну, по инерции, наверное, как бы, когда я зашёл на стадион, то весь стадион был в полиции. По нашей давней традиции в 90-е... Да, и страницы я увидел людей, да, с... В форме. В специальном обмундировании, спецтехникой и всё. Это, конечно, очень меня... Это всё было в чаше стадиона, да? Это прям всё было в чаше стадиона, хотя мы уже на уровне Премьер-лиги договорились, что полиция работает так, как это определено законом за чашей стадиона. Вот. Были немедленно проведены переговоры с руководителем оперативного штаба. Мы рассказали, что применять полицию в данных обстоятельствах нет никакой необходимости, нет никакой угрозы для этого. Определились, в каком случае она может выйти в чашу стадиона. И вот впервые, я такое встречаю, было полное понимание со стороны полиции. Вся полиция была выведена с территории стадиона. И таким образом мы начали матч. Но когда на 18-й минуте у нас ситуация обострилась, вы помните, когда... Да, конечно, с болезнью, да. ...залезли на ограждение, а перед этим и я, и много людей подходило там, которые руководили стюардами, просили покинуть их, эту чашу. Ну, не получив положительного ответа от них, я обратился к инспектору матча, пригласил делегата, связались... Давайте тему продолжим, у нас новость сейчас, прямо сейчас. Мы продолжим тему Тулы и тему еще Казани здесь затронем. Спорт-ФМ. Результаты и не только. Реклама на Спорт-ФМ. Хочешь, я расскажу тебе сказку. Хочешь, я расскажу тебе сказку. Хочешь, хочешь, я подарю тебе Казка. В августе при покупке Митсубиши Аутлендер или Митсубиши Айсикс. 1,8 и 2 литра. Стоимость Казка в подарок. Митсубиши надежна. Реклама. ООО ММС Рус. Предложение не является публичной офертой. Казка предоставляется ООО страховая группа Компаньон. Лицензия ФСС. 100% футбола на Спорт-ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Тики-така эфира. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир на Спорт-ФМ. Говорим мы сегодня о Российской футбольной премьер-лиге. Я рад нашим сегодняшним гостям. Это спонсорный директор РФПЛ Сергей Чебан. Это директор по безопасности Александр Митин. И директор по своему сообщественности Сергей Алексеев. Еще раз добрый день, друзья. Добрый вечер, уважаемые. Да, добрый вечер. Видите, Сергей Алексеев живет по принципам Европы. Нет, я по принципу, если ты пообедал, же вечер наступил. Да, это принципы Европы. Поэтому вы европейский человек. Мы продолжаем наш эфир. И, естественно, говорим о проблемах, которые... И проблемах, плюсах, минусах, которые есть в российском футболе. Вот рассказал Александр Михайлович о ситуации в Туле. По болельщикам «Зенита» как быстро сумели ситуацию разрешить с ними? Потому что, зная опыт прошлых лет, когда обычно все же они переходили некую грань, здесь удалось довольно быстро с ними уладить конфликт, потенциальный конфликт. Да, да. Ну, на самом деле, видно, что желания у них покинуть ограждения не было. Поэтому мы провели такое маленькое совещание. с делегатом, с инспектором. Сделали пару объявлений по громкоговорящей связи с просьбой покинуть ограждение, так как это является, во-первых, опасно, потому что оно может завалиться и убить этих людей. Это, в принципе, нарушает вообще правила поведения, которые у нас существуют. Ну, после того, как сделали два объявления, реакции никакой, было принято решение остановить матч. Судья на 18-й минуте его остановил. Игроки отправились успокаивать? Нет, игроки, нет. Приостановлен матч, точнее. Я думал, вы игроки, говорят, под трибунной. Да, ко мне подошел Сергей Симак, я тоже его попросил, он побежал туда первым, потом пошли игроки, были некие переговоры, и они покинули ограждение. После этого матч через 4 минуты был продолжен. Ну, отлично. На момент, когда обострилась ситуация, по команде коалиционного штаба на поле, на бровку, вернее, между полем и ограждением вышел подразделение ОМОН. И после того, как ситуация локализовалась, они ушли. Много у нас смс-ок. Я прошу прощения, я хотел бы отдельно поблагодарить Владимира Сергеевича Грузьева, губернатора Тульской области, который дал личную гарантию, как и руководству клуба. И мы очень рады, что действительно люди держат свое слово, и очень качественно было все организовано, несмотря на то, что в этот день был День Десантника. И действительно, это было для города настоящим праздником и для всей губернии. Было два праздника? Да, было два праздника. День Десантника и День... Точнее, был один праздник, День футбола в День Десантника. Отлично. Но все же не только о хорошем хочется говорить, потому что, к сожалению, были неприятные истории. В частности, меня просто ужаснула история, которая в Казани случилась. Я имею в виду с досмотром болельщиков и болельщиц, что вообще, мне кажется, недопустимо. Но, тем не менее, что меня смущает все эти дни, когда в Татарстане, в руководстве республики, в руководстве МВД местного говорят о том, что все было по делу, все было правильно и логично. Вот мне хочется понять позицию РФПЛ, как бороться с этим, потому что это противоречит всем нормальным принципам жизни. Я понимаю, что болельщики так себя скомпрометировали, что на них смотрят другими глазами. Я это понимаю прекрасно. Но мне кажется, до такого опускаться совершенно нельзя. Нобель, я бы не обобщал, я не называл этих людей болельщиками, которые себя скомпрометировали. Есть реальные болельщики, есть те люди, которые нарушают общественный порядок, ходя на футбол. Некоторые из них даже счета не знают после того, как выходят в матч. Я в курсе. Но дело не в этом. Вы знаете, когда руководитель республики говорит в целом, он апеллирует цифрами. То есть количество задержанных, где, что, как, чего. И когда был доклад, он был достаточно оптимистичный. И действительно, у нас с Александром Аркадьевичем, мы там были как раз на этом матче, на первом поехали, стараемся все-таки на первых матчах побывать. Не было опасений. Почему? Было все очень продуманно, организовано. Было в городе, был патруль организован. Было вежливо, достаточно корректно. Я понимаю, но если вы раз в стадион истории, которые были на стадионе... Реально эта история случилась на стадионе. Более того, мы участники непосредственно этой истории были. Нас не досматривали, но мы принимали участие для того, чтобы разрулить эту тему. Мы подошли к стадиону, когда поняли, когда обходили традиционный обход, делали вокруг стадиона, что столпилась значительная часть болельщиков около входа на трибуну фанатов «Спартака». Там было закрыто два входа. Александр Аркадьевич сразу включился моментально. И эти входы были открыты. Тут же увидели девушку, которая была действительно в смятении, потому что... А всех уводили, мне интересно. Все девушки отправлялись раздеваться по приказу... Было выборочно, но большое количество достаточно. Вот на сегодняшний день поступило 15 заявлений от девушек, которые раздевали полностью, да. Полностью, да? Да, полно. И требовали раздеться. И, видимо, специально обученные люди это сделали. Вот я скажу, что, наверное, так обыскивают заключенных. А кто это делал? Причем у нас подразделения полиции это делали, на самом деле. У нас даже один из высокосопоставленных чиновников МВД Татарстана заявил, что на стадионе сотрудники обыскивали людей, которые у них вызывали подозрения. Подождите. По закону можно только осуществлять осмотр этих людей. Ну, никак. Потому что обыск это уже процессальное действие, проводимое соответствующим постановлением, дознанием, следствием. И почему именно в отношении молодых девушек? Ведь у нас парней никто не раздевал. Да. Вот я и по этому говорю, парни были в свободном плане. Нобель, вы знаете, мы моментально отреагировали, дали соответствующую оценку. Никогда не... Ну, вот то, что... Это не наш стиль скрывать. Это сразу стало известно достоянием гласности. Но давайте посмотрим другое. Мы не только заявление делаем. Прямо сразу мы отправили инструктивное письмо. И уже на матчах второго тура на всех осмотровых местах было рекомендовано присутствовать всю артопредставительную клумбу хозяев. Там, где девушек осматривают девушки. Там, где юноши-юноши. И вот сейчас у нас открытая линия телефон. Вы можете по телефону. Нет по электронной почте. Вы можете сразу в режиме онлайн сообщить. Произошла несправедливость. Вас попытались унизить. И мы моментально готовы отреагировать. Я читал все ваши интервью. Они замечательные. И вы все правильно говорите. Но я читал еще интервью из Казани. Которые были тоже в довольно большом количестве. Там нет понимания того, что были допущены ошибки. Там, наоборот, говорят, что мы делали, в принципе, правильно. Досматривают. Мне хочется понять, как РФПЛ сейчас собирается взаимодействовать с Татарстаном. Потому что новый стадион. Опять много болельщиков. Скоро едет ЦСКА. Локомотив. Зенит наверняка приедет совсем скоро. И хочется понять, какие взаимодействия. Потому что понятно, что можно всегда написать. Вы доступны всегда. И вы, Александр Мейтин, всегда доступны. Но не хуже повторялось такие события. Но дело в том, что, я надеюсь, мы увидимся вместе на открытии стадиона. Если приглашаете, я еду. Я вас приглашаю. Все отлично. Я хочу сказать, что мы же не просто в кабинетах сидим. Мы реально стараемся, когда особенно такие проекты, самим посмотреть своими глазами. Заранее приехать. Я хочу сказать. Мне очень понравилось, как реагировала полиция на предматчевом совещании. Как расставляли силы и средства. В принципе, у нас не было антагонизма. А то, что отдельные сотрудники, может быть, действительно делали то, что их научили. Но дело в том, что это место было не то, где они должны были применять свои навыки. Вот это другая тема для разговоров. И мы тоже об этом поговорили. Александр Аркадьевич сейчас вернулся как раз в совещание. И там тоже эта тема поднималась. И я думаю, что МВД тоже нас поддержит в этом во всем. Дело в том, что вот то, что произошло, оно просто отбивает желание ходить на футбол. На самом деле. Конечно, для нас это очень печально. Особенно в преддверии чемпионата мира. Он будет проходить, в частности, в Казани. И полиции уже сейчас надо об этом думать, на самом деле. Люди должны ходить как в театр на футбол. Я понимаю, что есть какие-то подозрения. Но нужно сделать законно. И люди должны понимать, что с ними делают. А когда идет девушка, которую мы знаем, там, мисс Спартак, которая, в общем-то, ну, никогда никого не обидела, никогда ничего не нарушила. Ее, значит, раздевает. Она мечется из одного входа в другой. Когда мы вмешались... А были те, кто уходили, понимая, что будут досматривать? Ну, да, они совершенно нет. Они просто... Они шли на один вход. Их заставляли раздеваться. Они перемещались в другой вход. Думали, что там этого не будет. На самом деле. И нам пришлось вмешаться. Один из руководителей, ну, оперативного штаба сделал звонок соответствующий. И все это в их канале прекратилось. А, то есть закончилось. Конечно, сразу. Хорошо, друзья. Мы продолжим тему, в том числе и Казани, и других стадионов. И вообще российская футбольная премьер-легия. Что хорошего, что плохого. Такое тоже бывает. Ведь футбол – это жизнь. Поэтому мы делаем небольшую информационную паузу на «Спорт.ФМ». «Спорт.ФМ». Твой мир спорта. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. И пятница. «Спорт.ФМ» ждет. Ждет, когда именно ты позвонишь в эфир личного зачета с 11 до часу дня. Будь первым в личном зачете. Реклама на «Спорт.ФМ». Срывается деловая поездка за границу? Не получается отдохнуть на теплом море? Причиной этих проблем могут быть отсутствие заграничного паспорта или визы. Решение ждет вас в паспортно-визовом центре на Новослободской, 45. Оформление документов на заграничный паспорт для всех граждан России. Независимо от места регистрации. Запомните, нужен заграничный паспорт или виза на Новослободская, 45. Подробности на сайте 995-4000.ру или по телефону колл-центра 995-4000. Это обычная рассрочка. А это наша. Большая рассрочка на квартиры до 8 лет. Жилой комплекс «Изумрудные холмы». Звоните. 37 и 5 восьмерок. Проектная декларация на изумрудныхолмы.ру. ООО «Эталон Инвест». Скажите телефон. Если ничего не произошло, то, скорее всего, вы не находитесь за рулем «Вольво XC60» специальной серии «Рёст». Ведь с помощью голосовых команд вы можете, например, позвонить по телефону. Запишитесь на тест-драйв. Мейджор. Официальный дилер ООО «Вольво Карс». Телефон 730-99-44. Код города 495. В августе особенно хорошо в Подмосковье. Зелёные парки, ясное небо и своя квартира по отличной цене. Только в августе группа компании «Пик» объявляет спецусловия. На приобретение квартир в городе Химки, жилой район Левобережный и в городе Люберцы, жилой район Красная Горка. Спешите. Подробности и проектные декларации на сайте «Пик.ру». Группа компании «Пик». Звоните 500-00-20. 500-00-20. Код 495. Можно долго искать выгоду. А в «Тойота-центре Левобережный» выгода уже ждёт вас. Преимущество до 100 тысяч рублей при покупке автомобилей «Тойота» и выгодные предложения на сервисное... Проблема то у нас есть проблема на МКАДе, внутренняя страна, столицы генерала Дороха... От улицы генерала Дорохова до Можайского шоссе. Там можно потерять порядка 20 минут. Средняя скорость 15 км в час. 100% футбола на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Тики-така эфира. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И в гостях у нас сегодня очень дорогие и уважаемые гости. Это исполнительный директор Российской футбольной лиги Сергей Чебан. Добрый вечер. Также в гостях у нас директор по безопасности Александр Митин. И директор по связи с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев. Добрый вечер. Отлично. Продолжаем тему. По Казани я хочу в Казани вернуться. Насколько я знаю, многие болельщицы Спартака подали заявление в полицию. Вот к чему это приведет, на ваш взгляд? На самом деле, заявления были поданы на имя генерального прокурора, на имя министра внутренних дел. Будет проведена соответствующая проверка, будет дан ответ. И мы тоже запросили МВД Татарстана по этому поводу. Тоже ждем ответа. На самом деле, мы не орган, который проводит следствие. Это мы не знали. Поэтому мы обращаемся в те органы, которые правомочны это делать. И мы сказали, что мы готовы оказывать всемирную поддержку, помощь в проведении тесного, правильного исследования или проверки. РФПЛ как-то уже связывался с МВД Татарстана, с руководством Республики Татарстана? Думаю, направили туда письмо, Нобеля. И нам хотелось бы, чтобы, когда мы получим ответ, мы его обязательно опубликуем. То есть мы обязательно проинформируем об этом ответе болельщиков. Потому что и за безопасность, и за комфорт болельщиков мы отвечаем. Прекрасно понимаем. Да. Вот еще одно сообщение. Буквально только что поступило о том, что Виталий Мутко заявил, в ближайшее время на смену полиции на стадионах могут прийти стюарды. Он сегодня об этом сообщил в Санкт-Петербурге. Мы с Колокольцевым, это глава МВД, обсуждали этот вопрос. Мы уже хоть сейчас готовы к тому, чтобы стюарды заменят полицию в чашу стадиона, заявил Виталий Мутко. Стюарды тоже пришли. Да, я-то знаю, что не пришли. Нобель, там другое дело, что Александр Аркадьевич как раз активно занимался разработкой законопроектов, вот этих, которые там есть, и правил, и положений. И я думаю, что Александр Аркадьевич подробно расскажет. Мы сейчас как раз стоим перед дилеммой, вернее, не перед дилеммой, а перед вопросом, как же организовать обучение, как сделать так, чтобы у нас стюард был качественный, чтобы он был сам позитив. А можно вопрос сразу? А вот, например, стюарды стоят у трибуны болельщиков «Зенита», или «Спартака», или «ССК», неважно, «Московская Динамо». Как-то было в арсенале. Так они так и стояли. Да, и неожиданно происходит конфликт. Ну, бывает же всякое. И выходит силы, резервы, выходит МВД, так как он и вышел. Практически мы сейчас работаем уже по современной модели. Если вы посмотрите первый тур и второй тур матч, практически полиции нет в чашах. Единственный момент, вот, допустим, посмотрим «Мордовия ЦСКА». Да. Допросим, да? Там были нюансы. Там связаны с тем, что в городе там произошли, там еще какие-то нюансы, там вопросы. Поэтому полиция как бы по мере заполнения трибуны их количество уменьшалось. То есть посмотрели, все спокойно, люди заходят. Ну, на самом деле, интересно, как это происходит. Обычно вот до матча позвонил делегат мне и говорит, «Чаша 220 полицейских». Зачем? Я знаю этот стадион, я знаю, что там просто не нужна полиция в чаши. И мы уже договорились. На многих стадионах мы проводим матчи без полиции. Очень здорово. Наши матчи смотрят зачастую иногда, если это по НТВ большому идет, то 60 стран мира смотрят. Они видят, что мы уже готовы к чемпионату мира, хотя бы в этой части, да. Так вот мы сейчас убрали ее со стадионов. И Виталий Мутко сказал о том, что с Колокольцевым есть такая договоренность. Это правда. Такая есть договоренность. Но и где-то по инерции, по инерции, все-таки по старинке начинает особенно, особенно где-то в регионах, пытается все равно загнать. Дабы чего не вышло. А на самом деле, зачастую полиция на болельщиков действует... Просправация рода еще большая. Как красная тряпка на быка. И у нас есть хорошая статистика на этот счет, что полицию надо применять только точечно, тогда, когда это нужно. Вот так, как мы применяли ее в Туле. Мы отсекли возможность побегания на поле людей. Когда все улеглось, все стало нормально, полиция сразу же ушла. Это понятно и болельщикам, и нам. Хорошо, Виталий Мутко еще недавно заявил о том, что с болельщиками надо разговаривать. Было его предложение регулярно, он об этом говорит, и сам разговаривал еще в эпоху ВОП, очень активно. РФП поддерживает этот посыл, что с болельщиками надо разговаривать? С фанатами? Диалог с болельщиками у нас не прекращается. Вы знаете, почему на нас они реагируют всегда положительно. Тут дело в том, что мы же стараемся создать условия. А что, очаровываете, наверное, болельщиков? Нет, я не... А болельщицы? Болельщицы, да. Болельщицы, да. Ощущение флагов, там, сожжение еще. Но это игра, это и здорово, что вокруг этого происходит. Просто надо, чтобы... Но лишь бы это не было сожи. Все же, когда болельщики украдывают флаги друг у друга, это, конечно, обычно побоище где-нибудь в лесе. Не выходило за грань. За грань закона. И мы к этому стремимся. И, конечно, главный критерий этого всего, это персонификация ответственности. Вот когда на суперсонификации ответственность, когда человек приходит на сторону и понимает, работают камеры, он совершил проступок, и обязательно наказание неотвратимо. Вот поэтому вопрос, наверное, к Александру Аркадьевичу по поводу закон о болельщиках. Так долго обсуждали. На самом деле был большой-большой вопрос. Его же приняли, правильно? Да, это большой блок нормативных актов. Но ничего не происходит. Нет. Нет, потихонечку. Ну, уже то, что мы уже практически убрали полицию. Уже есть понимание с их стороны. Уже у нас есть более 20 случаев, когда болельщики по административному кодексу отлучены на различные сроки от посещения спортивных мероприятий, в том числе и футбола. Вот. У нас мы увидели некоторые сложности для нас в законе. Они сразу же проявились. В частности, в законе, когда мы его разрабатывали, там было прописано, что организатор сам определяет, как ему продавать билеты. По удостоверениям личности или без. Когда мы получили закон, там оказалось, что организатор сам все определяет, только нельзя продавать по документам, удостоверяющим личность. Это, конечно, очень сильно затрудняет идентификацию болельщиков. Это сказывается на вообще обстановке на стадионе, потому что на стадионе проходят люди, которые там не должны присутствовать. И вот у нас было недавно совещание у Виталия Леонтьевича. Он всегда очень трепетно относится к футболу. И всегда вот накануне поездки в Казань он собирал нас и просил там, чтобы было все замечательно и прошло. Ну, не все удалось на самом деле. Так вот, мы... Я потерял мысль, о чем я говорил сейчас на самом деле. Вы говорили законе болельщиков? Да, да. Так вот, мы сейчас поняли, что нам не обойтись без продажи билетов по паспортам. Мы сейчас направили в Государственную Думу, в Совет Федерацию соответствовать обращению. Уже получили ответ из Совета Федерации, что они будут инициировать на осенней сессии, будут рассматривать вопрос об изменении закона о спорте в части продажи билетов по паспортам. Кстати, могу рассказать, как это будет происходить. Ну, расскажите. Это очень интересно. Все боятся, что вот надо будет каждый раз ходить на футбол с паспортом. Да. Все это... Неправда. ...правил у Глычка. Паспорт нужно будет предъявить один раз в жизни. Если вы билет на поезд, на самолет покупаете, каждый раз предъявляете, то тут один раз в жизни. Вы приходите в кассу, получаете индивидуальный номер, ID. Вам выдается пластиковая карточка болельщика, один раз заполняете свои данные. По этой карточке вы потом в любой кассе, через интернет, вбивая свой ID, покупаете билет. Причем, если вы в базе находитесь, и вам запрет на посещение матча, вам не продадут билет. В этой карточке вы индицированы, как болельщик какой-то конкретно команды. Если вы болельщик Спартака, вы никогда не попадете на гостевую трибуну какой-либо команды, ЦСКА, там, Рубина, или т.д. и т.п. Вы купите только на Спартак или на центральные трибуны. Вот. Если в тот момент, когда вы покупаете билет, вы еще не в базе, но приходите на стадион, вы вставляете свою карту в систему контроля управления доступа, и вас не пускает в систему. Она связана с единым компьютером, который будет находиться в российской футбольной премьерной. Замечательно. Вот просят нас поговорить о матче «Динамо-Спартак» по поводу кричалок, по поводу российских выкриков в адрес Кристофера Самба, которые были, и он даже им аплодировал, насколько я помню. Так его поддержали, может быть, просто? Нобель. Вы знаете, что-то не происходило. Надо к этому... Очень важно, как к этому относиться. Я просто был на матче. Мы просто у хамов выбиваем почву, когда мы к этому относимся к юмору. И самбо тому пример. Мне больше понравился самбо, когда он помощь оказывал Артему Дзюбе. Я думал, он мне ногу оторвёт. Да, но я всё равно хочу вернуться к расизму в этом вопросе, потому что мне кажется, что у меня реакции не было никакой вообще. Вы знаете, у меня такое ощущение, что это не расизм. Я даже не могу... Потому что чёткого такого негатива не было. Но дети резвятся. Вот из этой серии. Это как-то вот... Грустно. Грустно мне. Это нехорошо, да. Это нехорошо, как бы, и мы в этом направлении. ...правили в больницу сразу же. Врачи подозревают о него перелом ноги. К этому часу у меня все новости. Марина Басова, служба информации «Спорт.ФМ». Спасибо большое, Марина. 100% футбола. Давайте продолжим тему матча «Спартак-Динамо». Тем более, смс-ка пришла. На матче «Динамо-Спартак» весь стадион кричал... Ну, кричал какой-то там по поводу... Банана. Мы все знаем, да? Кричалку болельщика «Спортака». Как я могу привести своего ребенка на футбол, если он это может увидеть и услышать? Пусть РФС и РФП выбирают места для таких отморозков отдельно от стадиона. Вот смс-ка от нашего слушателя пришла. Что делать с этим? Вы знаете, печально то, что это наши дети. Конечно, мы можем их какую-то резервацию поместить. Дети пока не пришли на стадион, пока они нормальные. А если они придут, они могут стать такими же. А вы обратили внимание, что на этих секторах основной это тинейджеры, замечательные ребята, которые, попадая в толпу... Ну, не совсем тинейджеры. Ну, Нобель, я же просто прям на трибунах-то хожусь, не только в ВИПе, поверьте мне. Да, иногда. Я тоже лежу. Я тоже лежу. Я же с ними общаюсь даже, вы не поверите. И, конечно, по отдельности, я согласен с Виталией Леонидовичем в той части, что необходимо разговаривать, необходимо влиять на лидеров и, конечно, уклон делать на цивилизованное боление, когда это выражается в поддержке клуба, в пении, каких-то гимнов, кричалке. Это, знаешь, для того, чтобы возвыситься, это не обязательно втаптать своего противника. Надо просто прыгать выше. Может, пойти по этому пути. Согласен. По поводу «Динамо-Спартак» еще один вопрос. На А5 и А6 долго не могли продать билеты, если не ошибаюсь. Причем такая парадоксальная ситуация. Клубы не могли договориться. Причем и «Спартак». Это же был матч московского «Динамо», хозяин поля. Вот в чем здесь нюанс? То есть бывают матчи, где гости тоже имеют отношение к безопасности на стадионе. Я правильно понимаю? Нет. Ну, согласно регламента, гости несут ответственность за свой сектор, за ту квоту, которую они купили. В принципе, «Спартак» до начала матча попросил всю трибуну «Б» и сказал, что мы будем нести ответственность за всю трибуну «Б». Хотя 1800 им по регламенту – это 50% от «Дина». Ну, как бы билеты не были им переданы для продажи. На предматчевом совещании этот вопрос поднимался тоже. «Спартак» категорически сказал, что мы запрещаем продавать в этот сектор билеты. Если бы нам не отдали, мы запрещаем сейчас отдавать, потому что мы не знаем, кто придет. Мы через свой клуб продавали. Мы знаем тех людей, которые пришли. Ну, и доля истины в этом, наверное, есть. Поэтому было оперативным штабом принято решение в резервный сектор. 5,6 был выделен резерв, собралось людей много. И за этот сектор нес ответственность клуб «Динамо». Он на себя взял. Хорошо, вот еще приятная смс-ка пришла из Казани. Люди, отвечающие за новый стадион, уже заявили, что таких диких обысков не будет. Добро пожаловать в наш прекрасный город. Да там замечательная атмосфера, город фантастический. Мы были на арене, это фантастика какая-то. Я там тоже был. И не в ВИПе, конечно, а на обычной трибуне. Мы еще не были на ВИПе. Кто смс-ку прислал? Казанец, вот его номер есть, республика Татарстан. Оттуда пришла смс-ка. Здорово. Так что все в Казань, тем более скоро матч против Локомотива. Потом ЦСКА приезжает в Казань, так что все будет замечательно. Я думаю, что настоящий футбол будет. На самом деле, да, сегодня Рубин прислал официальное письмо, уведомление, что начиная с четвертого тура будет матч играться уже на Казани-арене. Мы сразу же разместили новость об этом. Такое долгожданное событие. Лично я год ждал после универсиады. Я был в универсиаде в прошлом году в Казани. Стадион феноменальное впечатление произвел. Фантастический стадион. Абсолютно. И год ждал, когда же он появится. Вот про даритему стадионов. Еще одно важное событие. В сентябре Спартак открывает свой стадион. Как РФПЛ к этому готовится? Виталий Невсково 27 августа. Вы сейчас публиковали только 27-го открытие. Но все же матч РФПЛ. Мы же об РФПЛ говорим. Первый матч будет РФПЛ в сентябре, если не ошибаюсь. Да, вот именно официально. Ну, на самом деле, как бы, стадиону еще нужно пройти сертификацию. Еще не прошел, да? Конечно, стадион еще не прошел. Там есть трудности такие нормальные, которые у всех стадионов с бумагами, с этими. Все, конечно, там форсируется. Там очень хорошая команда сейчас работает на этом стадионе. Там сейчас работает Александр Атаманенко, который был директором стадиона Донбасс-арена. Вы все знаете. Это лучший менеджер Европы был признан на чемпионате Европы. Евро, да. Это был самый безопасный стадион, поэтому мы надеемся, что у Спартака будет все нормально с его приходом. Ну, и если брать какие-то события вокруг этой арены со стороны РФПЛ, чего ждать с точки зрения вот именно новой арены? Потому что я там не был еще ни разу. Вот что, чем будет он таким невероятным? Ну, там, во-первых, решен вопрос очень правильно, на наш взгляд, с точки зрения обеспечения комфорта для болельщиков. Это огромная парковка, прилегающая территория, возможность там просто отдохнуть. Там и прокат велосипедов сейчас развернут. Огромная территория. Внутри там планируется в перспективе. Там уже и шопы открытые всевозможные, и бутики. То есть на все вкусы. Рестораны? Ресторанный пояс фантастический. Там несколько, там, десятков кухонь мира мы прошли, посмотрели. Очень хорошо. И везде комфортно, чувствуется забота о людях. Я вам более того скажу, мы зашли в комнаты общего пользования, да? В великолепном состоянии, продуманное так, все цивильно очень. То есть люди у тебя уважают и уважают болельщиков. Это очень здорово. Давайте к футболу вернемся. Поговорили мы о стадионах, о безопасности. Но непосредственно футбол, который есть в этом чемпионате, у меня скорее вопрос к Сергею Алексееву. Сереж, внимание прессы, внимание СМИ, внимание общественности к этому чемпионату России, насколько велико по сравнению с предыдущим чемпионатом и чемпионатом мира в Бразилии, который был он, и выступление сборной России, которое там было, он повысил или наоборот немножко понизил? На самом деле внимание всех СМИ в Премьер-лиге всегда очень высоко. С учетом того, что уже скоро чемпионат мира, он с каждым годом будет только повышаться. Конечно же, после чемпионата мира многие, некоторые, скажем так, коллеги, да, некоторые коллеги высказывали опасения, что вот как мы будем смотреть наш теперь чемпионат, что делать. Ну вот первый тур сразу же дал, мне кажется, хороший ответ на этот вопрос. Замечательный чемпионат. Действительно, еще раз мы убедились в правильности принятого решения о переходе на новую систему, что мы начинаем на хороших полях. Команды показывают всю свою технику, на что они способны. На трибуны приходят зрители в комфортной обстановке. И очень хорошие отклики, очень приятно читать, действительно, какой у нас замечательный, ну, действительно интересный получается чемпионат. И я надеюсь, что вот этот запал, задор мы сохраним до последнего тура. Я хотел бы дополнить цифрой. 132 издания была кредитована на Суперкубке у нас. И в Казани-Арине, вы не представляете, что такое пресс-центр. Это какой-то 22-й уже, наверное, век, да, Александр Николаевич? Отлично. Просто фантастика. Я думаю, все то, что делают клубы для прессы, позволит как раз отражать всесторонний футбол, как вы говорите, все стороны, не только матч, но и... Еще один вопрос, вот связанный с жизнью РФПЛ. Одна из самых таких явных тем, очевидных тем ближайшего будущего, это глиминный легионеров, да, российской футбольной РФС, Союза. У РФПЛ, у клубов РФПЛ есть уже какая-то общая позиция по этому вопросу? У клубов РФПЛ есть общая позиция. Она отражена общим собранием. Это 10-15. То есть все клубы поддерживают? Ну, проголосовали единогласно, когда было это решение принято. Нобель, ну, вы понимаете, у наших клубов одна задача. Так как мы участвуем в бизнес-проекте, все-таки нам хотелось стабильности на несколько лет вперед. Согласен, я поддерживаю вас. То есть принимается решение и уже не изменяется. Люди выстраивают бизнес-модель, они готовят своих воспитанников. И мы должны четко понимать, какая цифра должна быть, сколько, ребят, мы должны готовить, какой стандарт. Мне кажется, когда наступит этап стабильности, будет очень существенный рост. Дай Бог, ну, я надеюсь, что у нас встречи регулярно будут стабильнее. Нобель, мы еще не уходим. Да, но в эфире подходит к концу. К сожалению, мы сейчас с вами продолжим наше общение сумасшедшее. Уже вне эфира. Спасибо большое. У нас сегодня были в гостях очень уважаемые, дорогие лично мне люди, наши слушатели тоже. Это Сергей Чебан, исполнительный директор РФП. Хороший вечер вам. Александр Метин, директор по безопасности и директор по всеми сообщественности. Сергей Алексеев, спасибо вам большое. Спасибо, до новых встреч. Ждем вас всегда, ждем в студии «Спорт.ФМ», освещаем российскую футбольную премьер-лигу. Ну а далее, дорогие друзья, у нас «Топспорт», рейтинг самых важных событий дня. Встречайте Артема Дроздова. «Спорт.ФМ». Твой мир спорта. Ты слышишь нас каждый день. Хочешь увидеть то, что ты слышишь? Наверняка хочешь. А мы очень хотим похвастаться. Нашим желаниям суждено совпасть. Заходи на сайт sportfm.ru и смотри прямые видеотрансляции из нашей студии. Знакомься с нашими гостями и ведущими. Читай новости, общайся. У нас уютно. sportfm.ru Задай вопрос ведущим «Спорт.ФМ». Телефоны прямого эфира 2760-93,2, 2761-93,2. Код Москвы 495. Реклама на «Спорт.ФМ». Город спорта. У Ниве. Многофункциональный стадион в нидерландском городе Эммин. Был построен 27 августа 1977 года специально для местного футбольного клуба, тогда еще игравшего в любительских лигах Нидерландов. В 1990-м в рамках национального чемпионата по футболу уже в качестве клуба-профессионала Эммин принял на своем поле Херенвен. Тогда на матче присутствовало порядка 12 тысяч зрителей. Это при том, что к тому времени стадион мог разместить на местах в полтора раза меньше. Такое количество болельщиков стало для объекта своеобразным рекордом посещаемости. В 2005 году на стадионе проводился 15-й Кубок мира FIFA среди молодежи. Последним матчем, сыгранным на поле у Ниве в рамках этого турнира, стала встреча Испании и Турции в 1-8 финала, где «Красная Фурия» переиграла турков со счетом 3-0 и прошла в четвертьфинал. Стоит отметить, что в этом раунде посчастливилось сыграть и сборная Нидерландов. Однако оранжевые проиграли команде Нигерии по пенальти и не получили права бороться за титул чемпионов в следующем этапе. Город спорта. Узнай, о чем щебечим мы и чирикни нам сам. Радио Спорт-ФМ в Твиттере. Словарь спорта. Фулеко – это имя, выбранное болельщиками для талисмана чемпионата мира 2014 года. Фулеко – это трехпоясный броненосец, животное, характерное для бразильской фауны. Он способен сворачиваться в шар, а чешуйки, составляющие его панцирь, имеют форму шестиугольников. Такие.